У меня вообще желаний не было, я хотел косить. Все в шоке. Тут разбомбили, там разбомбили, приближаются. Умер в защиту России. Герой красавчик. По закону все нормально будет. Приказ комбата не трогать сухпейки. Требал тражки воды на 60 человек. Те милитаризация, те нацификация. Крым наш. Жопу запенят. Фантастика. Я Литвинюк Никита Антонович. 10 марта 2004 года рождения. Родом я родился в Тюмени. Всю жизнь прожил в Ханты-Мансийском столовом округе. Город Урай. Отучился 9 классов. Последние 3 года жизни я провел в Тюменской области. В деревне у бабушки. Там учился. В колледже. На тракториста, машиниста. Ну, отец с матерью как бы в разводе. Мама работает в морге. Подолго она там. Отец в Тюменской области живет. Ну, у него там своя семья, все. У меня вообще желания не было. Я хотел косить. Не получилось. Ну, там уже родные давить начали. Милиция угрожала. Родным. Ну, меня заставили уже родным. Зачем? Законом связываться. Только сходи. Не пошел. Я вообще в армию попал. Не знаю, кто тоже. Сразу всякие калеки. Смотришь. То тут, то там. У нас в первый месяц просто все в оморок. Ну, не все. Некоторые просто очень часто падали в оморок. Ну, ну, сахарный диабет или что. Ну, нормально. То ходить не может, как сказать, кое-как ходит лет 30 мужиков. Ну, 26-27. Вот. Не приседать, не стоять, ничего не может. Шпину защинила. В поличке полежала. Обратно все. Снять чистить. Военная часть будет у меня в Елени. Город Елени. Ну, километров 60, что ли, от границы. Вот. Мама почитала отзывы. Все. Да, классно, круто. Давай, соглашаемся. Ну, согласились. Я там в этой Елени всего месяца служил. И отправили уже в город Клинцы. Военная часть 488. Ну, по тротуару подместить. Подместить, там, пучки пособирать. Вот. Наряды были, там, невальный. Там, герой на КПП, еще что-то как-то. Стрельбы были. Стрельбы были. Я лично стрелял. Ездил один раз, отстрелял всего три ножка. За всю службу. С автомата. Ну, и две гранаты бросил. Начали приезжать срочники дембеля уже, с границы. Мы только тогда узнали, что мы поедем им на замену. Ну, как они приехали, иначе начались и отправки туда. Один взвод приехал. Он сказал, что отсюда уезжает. Ну, отсюда. Ну, хочу так сразу меняли. Вот. Ну, от них мы узнали, что там прям вроде ничего такого, но ты сидишь как бы прям вот на нуле, там, на ленточке, видишь врагов. Они видят тебя. Ну, вы сидите спокойно, они сидят спокойно. Ничего такого, как бы. Судя бы. Когда мы уже находились на границе, нас составляли учить для проверок. Ну, и проверка проезжает. Зачем вы находитесь на границе срочники? Ну, защита, освобождение, там, ДНР, ЛНР. Тимилитаризация, теноцификация. Там, признание, что там Крым наш. Ну, как бы вот освобождение вот этих областей. Ну, в принципе, ну, как бы там никто ничего не просил, никакого освобождения. Жили себе себе спокойно. А тут вот так. Ты подписал присягу, ты умрешь, как бы, по закону, все нормально будет. Что, ну, умер в защиту России, герой красавчик, все. Читали новости. Ну, как бы телефоны не разрешили, ну, большинство бы. Читали новости, все в шоке. Тут разбомбили, там разбомбили, приближаются, все. В случае чего мы выезжаем. Мы выезжаем встречать. У нас вот просто одна рота, три взвода. Срочников. А в итоге мы выехали вообще куда-то очень далеко и куда-то в лес, не под что-нибудь оборудованный. Защищать мост, чтобы украинцы не подтянули свою технику через этот мост. Ну, как оказалось, вообще этот мост и не нужен был. Они сами его разбомбили. Мы там просто кукурузы неделю съедили, пасли. Все, ну, как бы спокойно, нас ничем не занимали. Мы целыми днями лежали, ничего не делали, там, угол о земле. И перед тем, как идти, нам сказали, что с собой вещи ничего не берем. Своего сумки, вот это ничего не надо. Берем только быка, боекомплект. Там, и каждый по полтрашке воды. Покушать перенесем, все будет. Все хорошо. Все взяли, пошли. Вот таки мы туда пришли, а обратно уже не вернулись. За вещами, там, за покушать, ничего. Принесли этих суппайков, но их как бы мало. Вот. Мы делили их, там, на шесть человек. Кто-то на восемь, там. Вот, поначалу, три полтрашки воды на шестьдесят человек приносили в сутки. Яблоки, у нас он командир, от яблони гоняли. Говорят, яблосин сок, там, голод вызывает, еще хуже будет. Ну, часов в шесть, по-моему, нам выдавали этих суппайки. Там, сколько, на шестьдесят человек, десять суппайков на шесть человек. Там, каждому все распределили. На каждую пару по одной большой подложке. В маленькой, ну, на общак, там, кто-то, что успеет. Даже на то, что ты покушал, этого не хватало совсем. Свой, я не знаю, перец. Между собой бодяжили, там, как... Периодически, просто для вкуса. Ну, так сказать, похавали. Вкусно. Поесть. Да, как бы у нас связи не было там совсем ни с кем. То есть мы даже не знали. Может, уже давно приказ был, как бы, выходить оттуда. Как-то, придумывая способами. Но мы об этом не знали, потому что связи не было. Вообще никакой неродейки. Ни телефон. Ну, местность уже знаем. Я уже знаю, что в этом лесу есть якобы. Ну, те поляны, которые я находил, они, как бы, ну, небогаты были. Чуть-чуть покушали, покушали, дальше пошли. Там поляна, тут поляна. И все, и уже часа два, наверное, проходит. Надо возвращаться. Вроде идем, все, обратным путем. Но так и не нашли свою позицию. Может, еще часа два гуляли по лесу и вышли на деревню. Вот там в каждом доме что-то было. Кто-то прямо из-за столи выехал, выэвакуировался. По деревне уже начали по домам лазить. Мы в подвалы спускались, там банок взяли. Вот с закрутками сирени. Закрутку доширак. С горелку, баллон газовый, там, с горелкой самой. Когда я шарился в одном из домов, я, получается, зашел на участок. Дверь закрыта. Смотрю на крылочки и ключи. Шарился пока в доме. Слышу, мотоцикл подъехал. Ну, как бы, деревня пустая, мотоцикл. Так, как бы, технику, там, машины, я видел, но не рабочие. По невидим, там, стекла, битые колеса, спущенные. Откуда тут техника? Смотрю в окно. Военный. Прячусь за кресло. Получается, вот, стена, сдулась, все стены, там, шкаф, шифонер большой. Тут кресло стоит. Я за кресло спрятался в дворце. Сел, там, заходит в квартиру, пиром делал в мою комнату и подходит к этому шкафу. Вот, и что ты сидишь? Я говорю, так, и так, гражданский, что живу тут? Ты не переодетый, я говорю, так, переодетый, да, осознался. Все, и он, поехали со мной. Я еще сел, с ним на лопит, мы поехали. И он меня допросили, я покушал. Проверили телефон мой. Покушать давали, покурить, попить. Показывали видео. Хочу жить со свачниками. Вот, что тебя в плен возьмут, все будет хорошо. Вот смотри, пацаны. Я посмотрел, как бы, ну, не шуганные, ничего. Все смеются, общаются спокойно. Ну, готовься, вот, смотри, что тебя ждет. Как бы просто, видимо, время свободное есть. Как бы, может, там контакты, как-то, я не знаю. Все успокоили, пацаны, там, курят на 10 килограмм. Чем больше из плена выходят, чем заходили. Кушают вкусно, пиво, там, гуляют. Новости показали про обмен срочников, что вот срочников меняют полным ходом. Долго ждать не придется. Вот, смотри, первый обмен, через неделю второй, там, третий. И так, пошло, пошло. Ну, все, классно, перспектива есть в плену. Ну, день-два проходит, и я объяснил ситуацию, что вот, не получается у меня лично тебя передать в плен. Вот, говорит, что я уезжаю куда-то на задание. Ну, и не факт, что вернусь, там, смотря когда, и вообще не факт. Вот, в рюкзаке все необходимое. Вот, в телефоне забил номер Ирина Крынина. Она тебе поможет. Ну, по нему, и да, мы можем, он торопился, и как-то, ну, все это наскоряк-то. Интересно было, чего в рюкзаке. Ну, я пошарился, там, вещей, тушенка, сигареты. Блока-полтора. Там, ложка, флажные салфетки. Нож, чтобы тушенку открывать. Телефон с синькой, все, нашел, там, посмотрел сразу, все есть. И 200 гривен, там, нашел. Ну, их тоже суммом потратил, там. Тушенка мне, как бы, уже надоела, я уже отцеп отвращения от нее. Так, по дешму, ну, я, как раз, ну, максимально на покушать их потратил. Ну, еще, как бы, денег было, еще было время подумать, что делать. Я погулял, заряжал телефон, я в торговом центре, на рынке, там, помогал людям. Мужик разгружает машину. Разгружает, а там какая-то коробка такая, тяжелая-тяжелая была. Не мог, что-то там, все тяжко было. Я говорю, может, вам помочь? Давай, помоги, конечно, все, и всем. Тащи эту коробку. Вот, на тебе помидорку. Вот, классно. Может, еще очень вытолкать. Все, вот так им машину разгрузили, ну, вместе. Фруктов, овощей там дал. Надо где-то жить. На улице холодно ночью. В подъезде. Повести люди, вызовут ментов, будет проблем. Как бы, не вариант. Давай подвал искать. Ну, и нашел самый такой удобный. Ну, я жил там. В подвале оборудовался. В подвал, как бы, зашел. Там, ткань нашел какую-то. На ней спал. Все, я уже обустроился. Тут же переживать вроде нечего было ночью делать. С матерью созвенился. Ну, она в шоке. Так, как сказать. Находился в плену. Тут резко какой-то город украинский. На свободном выгуле. Что за дела. Ну, опять же, поначалу никакого конструктивного там диалога. Стрел за сопли. Вот. Я говорю, ну вот, мне дали короче номер. Не слышал, что людям помогают. Люди выбираются через этот проект. У меня, оказывается, вот, у матери, у отца, там, даже знакомые есть, которые через этот проект выбирались. Ну, как бы, поможет этот проект, если обладаетесь. Звоню в один день. Ирина Крынина. С ней поговорили. Она меня точно тоже успокоила. Инструкцию дала. Все хорошо. Там, посоветовался. Еще что-то. Все. Я ей все по инструкции скидываю. Видео, фото. Геолокацию. На видео говорю, там, все, что попросила. Я, Литвинюк Никита Антонович. Твой срочный служб в Советской Федерации, военнопленный. Нахожусь вот по данному адресу. Сейчас в следующем видео сниму окрестности. Ну, все. И у меня сразу переживания. Меня в любую минуту могут забрать. Что делать? Я сразу маме отзвонился, там, папе отзвонился, там. Он подходит. Так, это. Никита. Я такой, я. Да, это я. Бумага. Бумага, бумага. Ну, куда вы слова? Все. Ну, что, как-то? Как дела? Как же, так и так вот. Че дальше? Ну, ничего, чего. Все хорошо. Успокоил. Опять же, все. Все успокаиваем. Посидели, поговорили. Пошли в магазин. Купил мне покушать. Четыре крылышка куриных вкусов. Все. Хватило с хлебом запить. Видео с ним записали, что вот в плену, там, такой-то, такой-то. Меня повезли, вот, уже в официальный плен передавать. Тут меня приняли. Ты что-то слышал про ужасы плена? Слышал. Ну, выжить тяжело. Что говорили командиры про украинский плен? Ну, поймают, там, жопу, запенят, там, вот так. Вот, типа, не зарезать, застрелить, там, неинтересно. А как-то, ну, такими способами. Типа, эксперимент. Ну, было страшно, как-то. Мало ли. А как на самом деле? Ну, не знаю. Совсем. Пальцем электроны. Я сижу, не в наручниках. Ну, связанный. Ну, не бьют, не обижают, ничего. Плохого не говорят, не оскорбляют, там. Как думаешь, зачем они так делают? Ну, блин, они сдавались. Это период, там, до того. Да, я жду обмена. Очень хочу домой. По всем родным соскучился. Уже давно их не видел. Надеюсь, что хотя бы до конца срочной службы я вернусь в Россию. Снова покушаю. Ну, тот, чего я тут не видел, там, пирожков, там, своих, домашних. Мать ей плов ее фирменный. Поэтому я все внутренне этим буду. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok